Разрешите коротко доложиться по проводимой работе по индикатору международной торговли. Как вы знаете, сегодня, наверное, одна из главных проблем, которую мы сегодня сталкиваемся в рамках ДУИМ-бизнеса, это 186 место. И вот про эти комплексного плана 2014 год, мероприятия по данному индикатору формировались с учетом бизнес-процессов, которые ранее рассматривались с экспертами Всемирного банка, и, наверное, это позволит выявить эффективность принимаемых нами мер. Сегодня Всемирный банк оценивает индикатор на предмет того, сколько времени и расходов затративает участник ВЭД на подготовку документов, как уже говорилось, таможенную очистку, технический контроль, порт и терминальную обработку и транспортировку. В связи с тем, что мы не имеем прямого выхода к морям, у нас сегодня берется в рамках ДУИМ-бизнеса по данному индикатору транспортировка груза, стандартного груза, это значит контейнер 10 тонн, от города Алматы до порта в городе Циндау. Это 3775 километров, из которых 500 километров проходит по казахстанской территории. В этой связи в проекте плана отражены показатели, необходимые для улучшения индикатора. Это сокращение времени для экспорта и импорта, сокращение количества разрешительных документов, необходимых для экспорта и импорта, снижение затрат при осуществлении экспортно-импортных операций и четвертое – реализация информационных мероприятий. В соответствии с пунктом 3.4 нашего комплексного плана, в целях сокращения времени для экспорта и импорта, Предлагается комплекс мер, связанных с закреплением, как уже Владимир Ахмедович отметил, на законодательном уровне норм по внедрению электронного таможенного декларирования и использованию других электронных документов и сведений при осуществлении экспортно-импортных операций. Кроме того, предусмотрены меры, способствующие сокращению времени транспортировки грузов путем проведения анализа по определению времени транспортировки грузов по направлению Казахстан-Китай, внедрение предварительного информирования контейнерных грузов, а также развитие инфраструктуры пунктов железнодорожных переходов. В целях сокращения количества документов является одним из главных критериев. Сегодня необходимо по рекомендации экспертов, по крайней мере, сокращить два документа, отраженные в отчете Всемирного банка. Согласно отчету самого банка за 2013 год, на экспорт требуется сегодня 10 документов и на импорт 12. То есть после необходимого принятия меры на два документа меньше, то есть на экспорт будет до 8 и на импорт до 10 соответственно. То есть мы работу-то будем продолжать ранее в следующие годы. Следующее. В целях снижения затрат на экспорт и импорт предлагаются меры, связанные с возможным снижением коэффициентов тарифов на транзитные перевозки грузов при гарантированном объеме. А также проработка китайской стороны вопроса о применении единых тарифов на перевозку ЖД-транспорта грузов при транспортировке в Республику Казахстана из китайского порта Ля-Нюнган. Сергей Михайлович, мы хотим тоже потом, если, когда мы закончим нашу работу по строительству терминалов Ля-Нюнган, попросить Всемирный банк, чтобы они поменяли коэффициент вместо Циндау на Ля-Нюнган. То есть чтобы мы определились с тем транспортным коридором, который будет пользоваться Казахстан. В этом случае та работа, которая сегодня проводится и Казахстан, темы Ржилы, позволит нам уменьшить реальные сроки транспортировки, вопрос уменьшения стоимости перевозки и так далее. То есть который может быть существенно отразится на наших индикаторах по дуим-бизнесу. В рамках также, еще четвертый критерий, про который мы говорили с Всемирным банком, это проведение разъяснительных работ, которые являются постоянным мероприятием в ежегодных комплексных планах. Здесь вопрос, надо по рекомендации Всемирного банка проводить более активную работу госорганов с участниками МВЭД по реформам в связи международной торговли. То есть вопросы разъяснения требований, необходимых предусмотренных законодательств Республики Казахстан, а также вопросы в части разъяснения международного законодательства по коридору Казахстан-Китай. Это вот главные моменты, по которым мы будем работать в 2014 году. Спасибо.